Антон Шунин Нам всем очень интересно Мы выбрали вариант поехать на дачу Он находится в 130 км от Москвы И так много людей Практически не сталкиваемся вообще с людьми И соответственно можно выйти на улицу прогуляться Здесь очень много красивых мест Рядом река Волга Поэтому здесь и в плане спорта Довольно неплохо Можно и побежать Там у меня в 10 км есть пробежки В лесу А как вообще часто ездишь на дачу во время сезона Это такое место, чтобы отключиться От всех футбольных вопросов Или ты постоянно там бываешь? Нет, на самом деле не получается ездить Так как довольно-таки далеко дача находится Поэтому Скажем так, получается Уехать только после Обычно у нас игра После игры у нас восстановительная тренировка На следующий день Те, кто играли, кто не играл Те, соответственно, получают день нагрузки большой И после этого нам дают Получается полдня до вечера И следующий день выходной Поэтому находимся Ну, буквально вот на даче У меня есть время съездить К вечеру приехать Следующий день провести Здесь за городом И после этого я возвращаюсь Домой в Москву И продолжаю тренироваться Знаешь, что ты этот день проводишь С пользой? Что не просто отдыхаешь на даче А вы с семьей придумываете Такие разные активности Можете что-то сделать своими руками Готовите большие праздники Вот расскажи, какие вы праздники устраиваете там? Ну, здесь на самом деле Так получилось Что много друзей у меня Знакомых Мы здесь с ребятами познакомились И у нас довольно большая компания Поэтому, когда Не в момент карантина Конечно же Мы приезжаем сюда У каждого свое направление Бизнеса И никто здесь Не общается на тему футбола Это первый момент Очень важный для меня Когда я уезжаю в загород Чтобы отречься Вообще Отключиться от футбола И просто провести время Со своей семьей Со своими друзьями Перед Новым годом Мы решили, что нужно Ёлку установить Причем мы решили Ее установить на Волге Поехали к друзьям И часто Забрали ёлку Довольно большую И привезли Ее установили Прямо на лед Сделали лунку По льду Установили ее И договорились Что каждый привезет По мере возможности На выходные Когда приедут Игрушки ёлочные И мы ее украсим В общем Украсить не слишком Хорошо получилось Потому что ёлка Была достаточно большая Плюс довольно ветрено И холодно было И все боялись Завязать на стремянку На самый верх Соответственно решили Взять подсветку И она крутится И соответственно Получается как будто Гирлянда работает Вы видели Какая у тебя прическа На карантине Я знаю, что тяжело Да? Со стрижкой Да, это прям Первый момент Что бы я хотел сделать После того, как карантин Закончится И мне удастся Наконец-то постричься Потому что уже Сильно зарос И уже нуждаюсь В том, чтобы Поехать постричься Наш эфир Про планирование И интересно По какому расписанию Ты живешь На этом необитаемом острове Во сколько просыпаешься Во сколько тренируешься Все-таки У тебя, наверное, режим Профессионального футболиста Сохраняется Просто немного В других декорациях В общем, расскажи Как живешь? На самом деле Сейчас режим Чуть-чуть стал хромать И мы стали ложиться позже Обычно я ложусь до 12 Сейчас уже где-то Около часа Я ложусь спать То есть час двинулся При этом просыпаюсь я В районе Ну, не надо на работу Поэтому просыпаюсь я В районе 10 часов И в 11 у меня уже Начало тренировки Ну, где-то в 11-12 час Я заканчиваю И уже приступаю к обеду После душа И можно пройтись Прогуляться на улицу Выйти А, ну, бывают у меня Еще тренировки на улице У меня здесь небольшой Небольшой участок Соответственно, с папой выходим Он меня тренирует Так получилось С самого детства Папа с нами, с братом Занимался нами Занимался футболом Мы постоянно выходили на участок Все время тренировал У нас после этого Папа также возил с собой В залы всевозможные Там на улице Где бы он ни играл в футбол То есть так получилось Что он нас заставил Влюбиться в спорт, в футбол Мы приехали сюда И мы с папой выходим Постоянно на улицу И я ему показываю Разные упражнения Он меня пытается тренировать Он дал перчатки Сам взял перчатки И вот мы пьем Тренируемся таким образом И на улице Вот, соответственно Днем обед Прогулка Ужин готовим Всей семьей Жена, мама Садимся кушать Ужинаем И вечером мы можем Я не знаю Поиграть в какие-то игры Посмотреть кино Купил сыну PlayStation И решил попробовать Может быть мне В маленьком возрасте Это не понравилось А сейчас понравится Ну, если честно Буквально сыграл 15 минут По-моему, даже 2 раза По 10 Так, а во что? Во что играл? В FIFA играл Я играл за Барселону Один раз И второй раз Я даже не помню Если честно Я брал самую Какую-то слабую команду По-моему, даже женскую Если не ошибаюсь Она, по-моему, есть Она, по-моему, есть И играл против жены И как? Кто кого? Ну, я и обыграл жену, конечно Но, тем не менее Она, по-моему, не забила Несколько голодов У тебя есть правило Обязательная тренировка Обязательно встать Не раньше И не позже какого-то часа Ну, тут две стороны Первая сторона Это то, что действительно Мы находимся дома Я нахожусь дома И мне тяжело себя заставить Начать тренироваться Тем более в домашних условиях Когда ты просыпаешься И знаешь, что тебе сегодня тренировка То есть это уже на автомате И я всю жизнь занимаюсь Профессиональным спортом И для меня это не ставит Никакой проблемы Но здесь что очень важно Очень важно, конечно же, начать Начать и не закончить Через 3-5 дней Вот если 3-5 дней Ты тренируешься стабильно Каждое утро Ты для себя Обязательно выбрал план И вот придерживаешься этого плана На протяжении 5 дней После 5 дней Я уверен, что уже пойдет все на автомате И гораздо легче тренироваться будет Я могу сказать по себе Что 1-2 дня выходных Прямо выбивают из колеи И ты понимаешь, что Уже не охота Уже тяжело Особенно после 2-х выходных Ты потренировался 1 день И организм, как бы он отвык За эти 2 дня Он привык, что Он отдыхает Соответственно Вот этот день Он тяжелый Нужно себя перебороть Я приобрел эти часы Спортивные Которые показывают мне сейчас Сколько я должен употреблять воды Сколько я должен питаться Сколько калорий я потребляю Сколько там Во время тренировки уходит И они показывают И коннектят В принципе меня даже С моим тренером По физпоготовке То есть в этих часах Даже есть Сколько тебе нужно спать Какой у тебя заряд Уровень зарядки Не только в телефоне Но получается уже И вот человеческий уровень зарядки Соответственно Я вот приобрел эти часы И сейчас я уже понимаю На каком пульсе Мне нужно делать упражнения Тем более Что клуб наш Позаботился о нас Привез нам велотренажеры Привез нам коврики Роллы Которые там помогают Растянуться Держать мышцы в тонусе Резинки Которые также помогают Для тренировок На самом деле Это все можно В принципе Без проблем приобрести И в интернет-магазине Конечно Это не заменит Футбольное поле Безусловно Но тем не менее Это уже хоть что-то И уже Можно не лежать Целый день на диване А заняться спортом И это довольно-таки интересно А в интернете Абсолютно любое упражнение Можно найти Посмотреть И мышцы Прессы Скины Ну все что угодно На самом деле Да можно элементарно Начать отжиматься Сколько раз нужно В день отжиматься И сколько в планке стоять Ну на самом деле Кто сколько сможет Но у нас там В течение 30 дней Нужно отжиматься 50 раз То есть там Есть таблица В которой показано Сколько ты отжимаешь Например Ты должен 10 раз отжаться Взять паузу Отжаться еще 13 раз Пауза Еще там 15 И вот так каждый день Ты прибавляешь Все больше и больше Отжимаешься А паузы все меньше Сейчас мы уже дошли Мы прошли эту табличку И теперь задача Отжаться за раз 50 раз Ого На самом деле Не очень просто Но тем не менее И самое важное Это качество Нужно отжиматься правильно А не то что Ну там касаясь Стараться хотя бы Касаться груди Грудью пол Но если не получается То хотя бы практически Касаться И не должно быть Никаких пауз То есть ты просто Отжимаешься Там полностью Разгибая руки Во время карантина Я все покупаю онлайн Это и быстро И безопасно А еще так можно Помочь врачам Каждый рубль С наших покупок Карты Мир В российских онлайн сервисах Идет на помощь больницам Хэштег Мир помогает врачам А я продолжаю Искать Спортивные товары Чтобы быть похожим На Антона Шунина Вот Здравствуйте Вот это я понимаю Динозаврик Используешь ли ты Как-то близких людей Которые живут с тобой В тренировках Может быть они помогают тебе Со мной занимается мама Она У меня гараж У меня гараж Где я тренируюсь И соответственно Рядом занимается мама Она делает свои упражнения Но тем не менее Она старается У нее в принципе Неплохо получается Садиться на шпагат Спорт это здорово Ты еще сказал Что у вас Семейные посиделки На кухне Вы вместе готовите Расскажи нам про еду Готовкой в основном Занимается мама И жена Вот Но все что касаемо Улицы Все что касаемо Гриля Все что касаемо Там мангала Это конечно Занимаются мужчины То есть я и папа Вот Ну у меня есть гриль На самом деле Я раньше не понимал Что почему люди Готовят на гриле Ведь Нужно Сам процесс Интересен Когда ты жаришь Шашлык Например на мангале Да То есть это угли Там или Не знаю В общем дрова Да Ты все разжигаешь Это целый процесс Это все так интересно Но Со временем Я увидел Что есть гриль Купил газовый баллон Значит газовый баллон К нему идет Ты его заправляешь И готовишь еду В течение Там я не знаю 15 минут Ты можешь приготовить Практически любое блюдо Она раскаляется До температуры 300 градусов И Там Любое мясо Можно приготовить В течение Ну чтобы не обмануть Там 3 минуты Перевернул 3 минуты Перевернул Давай твой фирменный стейк Расскажи твое фирменное блюдо Это мясо Овощи Грибы Ну я уже Я уже научился делать Более-менее мясо Любое готовить Практически Если оно не очень толстое Конечно толстый кусок Он жарится чуть дольше Соответственно Довольно Ну не сложно Это все И овощи Также не проблема Также у нас есть Картошка Которую мы Разрезаем Кладем туда Кусочек сала Все это закрываем В фольгу И Также готовится Там картошка Порядка 30 минут И в принципе Блюдо готово А как у тебя С режимом еды Нет такого Что позволяешь себе На карантине Какие-то лишние вещи Которые во время сезона Нельзя никак есть Нет В плане еды У меня не было никогда Проблем никаких Всегда Мы когда уходили в отпуск То в команде Всем ребятам Нашим спортсменам Говорили Ребят Пожалуйста Не набирайте вес Его потом Очень сложно Сгонять В общем В отпуске Кушайте поменьше Но в этом плане Меня это не касалось Мне говорили Атент Он должен есть побольше Так получается Что у меня нет проблем С лишним весом Я не набираю вес И даже Может быть Это удивительно С одной стороны Но в отпуске Я сбрасываю вес Так как Когда я тренируюсь Мышечная масса Она нарастает Когда я там Ухожу в отпуск Тренируюсь меньше То Мышечная масса Она Ну можно сказать Сдувается То есть Сгущёнку ешь? Ну Сгущёнку не ем Но я себе Не отказываю ни в чём И в принципе Проблем нет с едой А как вы развлекаетесь Вечером В какие игры играете По совету У нас тоже ещё У нас тоже ещё Наверное Много вечеров Семейных И таких Полусемейных Предстоит Как себя развлечь Но мы играем Но мы играем Вообще Спортсменов Футболисты Так получилось Что иногда На сборах Игра Карта И у нас есть Одна игра Называется Бридж Или не бридж Ну в общем Не помню Бридж По-моему Называется Она Вот И Я решил научить Тоже Маму И жену В эту игру Карточную И у них Отлично получается Им она очень понравилась Довольно Непростая игра Там Много комбинаций Разных Нужно много думать И Пока я их Обыгрываю Чаще Чем они меня А что ты освоил Во время этого карантина До чего у тебя руки Никогда не доходили раньше Потому что Времени просто не было У меня здесь Не так давно На даче Закончила стройка У меня гараж Просто это был Какой-то хлам И тут все инструменты Которые были Остались не нужны Все какие-то плитки Я не знаю Краски Это все было Скидано в гараж Сложено В углу И прямо вот Я приехал сюда И первое что Я решил сделать Это разобрать Этот гараж Грязный И он теперь у меня Стал более-менее чистый Вот Подумываю о том Что может быть Сейчас появилось Много всяких Прикольных штучек Там можно Красивые Там есть полочки Там не знаю Сложить Какие-то вещи Или кроссовки Обувь Или мячики Положить Допустим Такие-то такие Коробочки Довольно симпатичные Ну касаемо Фильмов Ну фильмы Я смотрел Наверное Я не смотрю Очень много Классников Новых фильмов Больше смотрю Вот какую-то Старую классику Которая Действительно Классные фильмы Там например 1 плюс 1 Или Миллионеры Струщок Вот фильм Мне очень понравился В свое время То есть я решил Пересмотреть старые фильмы Интересные Волк С Уолт Стрит Например Мне понравился Там Или Власть Там Последний из фильмов Которые вышли Это джентльмены Тоже Очень интересный фильм Очень понравился Ой я тоже Недавно Посмотрел То есть А ты кстати Как смотришь фильмы Ни на что Не отвлекаясь Или можешь Там что-нибудь Колбаску есть В телефон Посмотреть Или вот Если кино То все Как в кинотеатре Ну я действительно Я люблю фильм смотреть Чтобы вообще Не отвлекаться И вот прям Сел И смотришь кино Но у меня И жена Которая Любит задать Миллион вопросов В этот момент И это прям Очень раздражает Давай В конце нашего эфира Расскажем Добрую Хорошую Или просто Мотивирующую Историю От которой Кто-то улыбнется А кто-то Наоборот Начнет как-то Действовать Ну я бы Наверное В первую очередь Хотел бы Конечно же Пожелать Всем тем Кто нам смотрит Да и тем Кто не смотрит Здоровье В этот момент Это как никогда Очень важно Конечно же Следить за собой За своим состоянием Также я бы Наверное Хотел бы пожелать Всем Помогать Стараться помогать Ближнему Тем более сейчас Вот в этот момент Когда у меня появилось Довольно много времени У меня брат Со своими друзьями Создали страничку В инстаграм Подари маску Называется Я как раз подписан Можно через меня Ее увидеть Зайти и посмотреть И можно При желании Даже помочь Если у кого-то Есть желание В общем Ребята помогают Людям Больницам У которых Нет масок У которых Нет гелий Там Дезинфицирующих Там Спреек И так далее Спиртовых салфеток В общем Мы решили Вот я в том числе Как бы Участвую в этом Проекте Помогаю Вот даже Сейчас ситуация такая Была с больницей У нас здесь В городе Панакова У больницы Не было Этого всего И Мы решили спросить Нужна ли им помощь Они конечно же Откликнулись Попросили нас помочь Мы сюда Какое-то количество Сколько смогли Мы привезли Масок Там Гелий И так далее Вот Поэтому В принципе Я наверное Призываю И Помогайте Чаще И Я думаю Что обязательно Это и вернется И Есть люди Кому гораздо Тяжелее В данный момент Да и вообще В жизни Чем Наверное Нам Поэтому Я стараюсь Стараюсь Хоть как Могу Помочь Хороший посыл От Антона Шунина Антон Спасибо тебе большое И Всего Самого доброго Тебя Пока-пока После разговора С Антоном Шуниным Захотелось С тейка Стоять в планке И отжиматься Надеюсь Наше видео Мир дома Вас тоже На что-то вдохновит Меня зовут Евгений Марков Это шоу РФС При поддержке Платежной системы Мир В котором мы Рассказываем Как сборная России Живет И развивается На карантине Ну а я Пойду Поем Очень захотелось Честно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...